Открывая заседание, глава региона поблагодарил медработников и сотрудников Роспотребнадзора за неустанную заботу о здоровье людей. Низкие показатели заболеваемости – это, прежде всего, их заслуга. По словам министра здравоохранения, суточный прирост заболеваемости коронавирусом снижается. По сравнению с последней неделей 2020 года она уменьшилась на 5%. Отмечаем снижение количества обращений в эти дни по сравнению с предыдущими, конечно же. Тем не менее, учитывая работу всех бригад и реагирование, обеспечивалось в течение 6 часов осматривались все амбулаторные пациенты. И в течение 60 минут был доезд скорой медицинской помощи до пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В стационарах сейчас находится 4700 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Амбулаторно лечится 17 тысяч человек. Все они обеспечены бесплатными лекарствами. 203 человека проходят реабилитацию на базе санаториев. В резерве для пациентов с коронавирусом сейчас 2200 мест. Отдельные больницы могут вернуться в штатный режим работы. Продолжается вакцинация от коронавируса. С октября 2020 года в область поступило более 6000 доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. 700 доз ЭПИ-ВАК-КОРОНА. В понедельник поступила очередная партия 4,5 тысячи доз. Валерий Кузьмин. У нас все-таки по медикам рост заболеваемости. Небольшой, но рост. Один из важных вопросов, рассмотренных на заседании штаба, организация очного обучения. С понедельника оно началось во всех 707 школах региона. Дмитрий Азаров отметил, что от родителей поступает много вопросов относительно справок, которые теперь необходимо предоставить в школу, даже если пропущен один день. Если это случилось по семейным обстоятельствам, то визит к врачу за справками – это дополнительные риски. Глава региона поручил областному Минздраву выработать четкие рекомендации для родителей к вопросу получения таких справок, в том числе предусмотреть возможность дистанционного взаимодействия с поликлиникой. Олег Зверев, Виктория Шарая. События. Продолжение следует...